Всем хоба, с вами Вова, добро пожаловать на новое видео по фанатским играм по бенде. И это Devil's Deception, а именно удалённая версия. Ну, старая рубрика фанатских игр по бенде, бенде от the hack machine, бенде от the ban machine, нелегальные скачивания, ну вы короче поняли. Игра была забанена на GameJolte, потому что это фанатская игра по бенде, к сожалению. Ну, это как бенде от the last and dark настолько похуже, потому что я с разработчиком поссорился, посрался, он мне не дал модерку, хотя другому человеку дал модерку бесплатно, а мне нет. И я, короче, теперь ненавижу эту игру в душе, хоть и игра красивая, вот тут графика уже зашкаливает, без шуток. Да. Игра была сделана на Nail Engine, и я делал обзор на эту игру, и она поменяла своё название, приобрела новый саундтрек, новую модельку бенде, и появила, и поменяла название своё на Devil's Deception. Это удалённая версия под названием Devil's Deception. Демонические обманы, ну, дьявольский обман, ну, вроде похожие, тут, кстати, символика одноглазого бенде. А вот и наши добренькие кристаллики. Открываем планшеты и собираем их. Надеюсь, за один заход у меня получится собрать все кристаллы, все до последней. Я слышал то, что нужно обходить эти чёрные лужи, потому что из них вылезает Бенди. И да, Бенди тут имеет старую модельку, ещё из бета-версии самого оригинального Бенди. Но при этом классная анимация, и кристаллы красивые, имя главного героя неизвестно. Здесь один уровень и один враг. Это чернильный демон, чернильные Бенди, старые добрые Бенди. Локации, конечно, точнее, коридоры и комнаты однотипные, но это нормально, это норма, потому что это, come on, это Dark Deception, это фанатская игра... Потому что это, короче, фанатская игра и по Бенди, и по Dark Deception одновременно. Поэтому тут коридоры однотипные, это норма. Ра! Щет. Ременант Лайс. Угу, три жизни осталось, хорошо. Надеюсь, выживу. Ну, короче, нам тут надо просто убегать от Бенди и собирать кристаллы. У нас тут единственный враг. Коридоры однотипные, так как это фанатская игра по Dark Deception и по Бенди одновременно. Я даже не знаю, что тут комментировать, игра мне нравится, но вот разработчик из неё такой себе, с характером, короче. Ах, ну вот он. Кстати, он здесь ненормально быстрый, это странно. Однотипные коридоры, однотипные комнаты, это норма, это в стиле, в духе Dark Deception. Ну и текстуре из Бенди, естественно. Повторяю, имя главного героя неизвестно, если оно тут, конечно, будет. И уровень тут будет один. Один большой масштабный уровень. А вот и секрет. New Extrasel Unlocked. Я, наверное, полуролика буду молчать, потому что нужно, во-первых, сконцентрироваться для того, чтобы собирать эти фиолетовые кристаллы, а во-вторых, я не знаю, что тут комментировать. Комментировать просто фанатская игра по Бенди и по Dark Deception одновременно. У нас уже есть такая игра. Называется Бенди and the Lost in Darkness. И как по мне, она в разы лучше. Ну, эта игра имеет право жить. Жаль, что Мидли банит все фанатские игры по Бенди. Старые добрые ловушки из какой-то там второй или третьей главы Dark Deception с этими Gold Watch'ами. Где же Бенди? Его давно не видели. Ну, а хорошо, тем временем мне осталось собрать всего лишь 190 кристаллов, короче. И за это время я только один раз вдруг. Так что, скорее всего, у меня получится за один заход все пройти, на изи игру пройти. Скорее всего, видео будет длинным. Не знаю, как получится, но оно будет, наверное, длинным. Это же все-таки для Dark Deception. Проводя на Dark Deception и Бенди, она времена. Вообще, это видео можно даже геймплейным называть, потому что... Для того, чтобы это видео можно было вставлять во всякие разговорные видео других ютуберов. Главное тут звук удалить. Хотя они это всегда делают для того, чтобы оставить на своем фоне только свой голос. Это же все-таки разговорный видос. Короче, это видео можно... Ладно. Два... Две жизни осталось. Хорошо. Короче, это видео можно использовать в разговорных видео. И вы таким образом не нарушаете никакие авторские права. Все-таки можно. Да, кстати, 169. Найс. Найс. Я вижу красный кристалл. Все, теперь я вижу Бенди на карте. Ну, короче, это видео можно использовать в разговорных своих видео. Не нарушая авторские права. Я нашел желтый кристалл. Вообще-то я... Это Бенди. Он слишком быстрый, поэтому я его улучшаю. Устраню, убью. Коридор чист. Хорошо. Ну, а тем временем я могу... Сейчас рассказать и обсудить планы на моем канале. Во-первых, да, сменится тематика. Монстры Тревера Хендерсона никуда не уйдут. Я продолжу снимать про монстров Тревера Хендерсона. Вот недавно даже вышло видео про Лонг Хорс. Фанатские игры про Бенди будут. Они всегда будут, как и видео по самому Бенди. Насчет Roblox анимации я сомневаюсь. Очень сомневаюсь, потому что убиваешь кучу времени на монтаж, на создание самой анимации. В итоге она собирает мало просмотров. Я слежу за статистикой. Я в курсе об алгоритмах Ютуба. Я опять вздох, Килта. Поэтому Roblox анимации, скорее всего, не будет. Но будут SFM анимации. Я еще даже создам, наверное, отдельный канал для SFM анимаций. И там будут песни по Бенди, по ФНАФу и по другим. Наверное, будет называться... Не, я название не буду говорить, а то появятся фейки. И да, помните тот опрос, в котором я вас спрашивал. Нужно ли делать отдельный канал Мистер ВВГД Геймс, в котором я буду загружать все свои тизеры и трейлеры к новым своим играм. И больше 40% по-моему ответили да. Поэтому я создал канал Мистер ВВГД Геймс. Ссылка на этот канал будет в описании под этим видео. Я нашел, тем временем, желтый кристалл, который устранит на несколько секунд Бенди. Главное его опытно собрать. Не, я, пожалуй, его оставлю. Хотя не, лучше возьму. Ну, короче, делаем выводы. Роблокс анимации не будет. Сфм анимации будут. Сферс Фильм Мейкер. Ссылка на мой канал со всеми трейлерами и тизерами к моим играм я оставлю в описании под этим видео. Мистер ВВГД Геймс. И нет, видео не заканчивается. Видео там, наверное, будет идти минут 20. Ну, наверное, вам скучно, да? Хорошо, я в таком случае скипнул вот этот вот долгий процесс собирания вот этих кристаллов. У меня уже осталось собрать 40 кристаллов, поэтому сейчас переместимся к концовке. Окей, я вырезал кучу моментов. Очень много. Осталась одна жизнь. Вообще-то, вот он. Юзаем. Прощай. Осталось собрать 5 кристаллов. Я там только один вижу. Где остальные 4? Окей. Как это эпично произошло. Я вижу последние 4 кристалла. Всё. Кайфарик. Возвращаемся, это, к порталу, и всё. Изи катка. Мы сбежали. Бенди нету. Окей, хардкорная игра была. Очень трудная. Труднее, конечно, чем Dark Deception. Да, если честно, это труднее, чем оригинал. Убираем планшет и всё. Ищем портал. Но при этом, при этом, игра захватывающая и интересная. Я несколько раз поменял своё мнение за то время, когда я её проходил. Ну, а разработчик ужасен. Сам по себе, как личность, он ужасен. Этот сырный куки-куки. Это она. Это та самая комната с порталом. Ну, окей. Давайте на глазах чернильного демона сбежим отсюда. Где он? Нам нужен Бенди. Чернильный Бенди. Где он? Тут двери, кстати, такие же плоские. Как стены. А вот и он. Чернильный Бенди. Собственная персона. Ищем эту комнату, надеюсь. Главное, не заблудиться. Я нашёл её. И... Бенди ушёл в стену. Хорошо, как обычно. Окей. До встречи, игра. Ты сбежал. Отлично. Ну, а с вами был Вэлла. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok